СДЕЛАЙТЕ ЭТО, ЕСЛИ ВАМ ПРИСНИЛСЯ ПЛОХОЙ СОН ПСИХОЛОГИ РАССМАТРИВАЮТ СНОВИДЕНИЯ, КАК ОТРАЖЕНИЕ РАБОТЫ ПОДСОЗНАНИЯ, ЭЗОТЕРИКИ, КАК ЗНАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОЕ ЧЕЛОВЕКУ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ СУЩНОСТИМИ. Но все специалисты сходятся в одном – сны нужны для осознания и корректировки ситуации в реальности. Если сновидение было негативным, оно не обязано сбываться. Несколько советов народной мудрости помогут избежать проблем. Давайте узнаем, что нужно делать, если вам приснился плохой сон. 1. НЕ РАССКАЗЫВАТЬ Толковать сны лучше самостоятельно. Только сам человек знает все обстоятельства, в которых он находится. На помощь придут сонники, медитативные техники или консультация специалиста. Допустимо поделиться плохим сновидением с близким человеком. Он расскажет о своем видении ситуации. Но даже в этом случае рекомендуется соблюдать осторожность. Мысли и чувства, выраженные словами, могут материализоваться. Не притягивайте негатив. Не создавайте проблем, ищите ответ в самом себе. 2. Умывание Если вы проснулись от кошмара, народная мудрость рекомендует умыться. Вода должна быть холодной и проточной. Трижды умойте лицо, несколько минут подержите руки под ледяной струей. Про себя повторяйте фразу «Куда вода, туда беда». Чтобы усилить эффект, не вспоминайте о плохом сновидении в течение дня. Три. Соль Простой ритуал с поваренной солью использовался еще нашими предками. В стакан воды добавьте ложку соли. Помешивая, представьте себе, как вместе с кристаллами растворяется и неприятное сновидение. Затем выплесните содержимое стакана через левое плечо. Четыре. Святая вода Чтобы оградить себя от ночных кошмаров, на Руси использовали освященную в церкви воду. Ею наполняли небольшую емкость и ставили около подушки, ложась спать. Она играла роль защитного оберега, притягивающего негатив. Утром ее выливали. Способ доступен и в наше время. Молитву на освящение воды христианская церковь разрешает читать самостоятельно. 5. Наволочка Выверните снятую с подушки наволочку наизнанку, и уже в следующую ночь кошмары уйдут. Альтернативный вариант – заменить наволочку новой, постиранной и выглаженной. Этот метод даже имеет научное обоснование. Изменение условий, в которых спит человек, меняет характер его сновидений. 6. Ручка и бумага Если избавиться от воспоминаний о дурном сновидении, не удается. На помощь придут обыкновенные блокнот и ручка. Запишите последовательность событий, зафиксируйте собственные мысли и эмоции. Позвольте себе писать так, как хочется, не отвлекайтесь на подбор формулировок и редактуру. Облегчение можно ощутить уже в процессе. Сожгите записи и выбросите пепел, визуализируя забывание кошмарного сна. А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия! Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку!